Всех приветствую! Сегодня мы с вами поговорим о еле колючей голубой формы, которая сейчас находится за моей спиной. Это самая обычная голубая ель, но только необычной формы. Данную ель я начал стричь в 2020 году, как раз на локдауне. Потребовалось удалить несколько ярусов, потому что здесь были большие прогалы, было неравномерное ветвление. И я принял решение, а почему бы ее не сформировать в улей? Подобные деревья видел в Европе, но в основном лиственные. Подумал, почему бы голубую ель точно так же не сформировать. Ну и мы сейчас с вами видим результат. У нас получился шикарный улей. Сейчас уже четвертый вегетационный период, как мы ее подстригли. Первую стрижку я сделал в апреле. И в этом же году она у нас стала запушаться очень активно. Сейчас это дерево у нас подросло в объеме. У нас постепенно затягиваются все дырки. Некоторые ветви я отпускаю расти внутрь, чтобы здесь забивались наши отверстия. И далее мы просто стрижем ее по форме ежегодно. Один раз после того, как отрастут молодые побеги. То есть это где-то в начале лета. И потом один раз еще убираю секущиеся кончики, которые у нас выбиваются. И, друзья, и немножко о маленьких нюансах. Иногда, иногда нам требуется оставлять некоторые побеги на деревьях, которые являются формообразующими. Несмотря на то, что они у нас неправильно растут. Вот, например, вот эта вот ветвь под острым углом. Я ее не стал убирать, потому что она является целым ярусом данного дерева. И если ее убрать, то вот в этой части у нас просто-напросто будет дырка. Поэтому не стремимся мы, знаете, как бы... То есть если там говорят правильно, острый угол. Все, мы убираем. Нужно на дерево смотреть целиком. То есть что вы можете натворить, убрав одну ветвь? Вы можете испортить всю форму, и дерево станет полностью не декоративным. Поэтому прежде чем что-то убирать, всегда обращайте внимание. Всегда посмотрите на дерево целиком. За три года она у нас выросла в высоту где-то на сантиметров на 60. Прибавила. Но в объеме прибавила она около 80 сантиметров. Ну и плюс густота кроны, которая сейчас у нас здесь присутствует. То есть нам говорит о том, что дерево абсолютно правильно-правильно развивается. Гель колючей-голубой формы очень благодарное дерево. Она практически не подвергается болезням. То есть она справляется со всеми вредителями, заболеваниями. Крайне неприхотливая. То есть это дерево даже мы не поливали. Но правда оно растет уже порядка, наверное, лет 10 на этом месте. Но тем не менее специально какими-то шлангами, то есть поливом мы даже не заморачиваемся. Оно само растет по себе, добывает воду и прекрасно себя чувствует. Посмотрите, вот сегодня у нас 22 февраля. Она декоративна, круглогодична в любые погодные условия. Осенью, летом, зимой всегда встречает вот такая нарядная красавица. Поэтому если у вас есть подобные деревья на вашем участке, не стесняйтесь. Стригите, делайте это смело. Но главное учесть технику, да, технику именно стрижки. Чтобы она проводилась именно правильно, по канонам. Потому что можно, вот сейчас мы ее по форме просто стрижем. Но когда нам нужно такое большее загущение или же правильно создать форму, стрижем под мутовки. То есть на развилочку всегда производим стрижку, чтобы у нас, ну если взять сейчас просто морозное и боюсь ломать веточку. Стрижем всегда на разветвление. И вот в этом именно разветвлении у нас будут образовываться следующие, пробуждаться спящие почки. И растение у нас будет нарастать в объеме. Поэтому всем на заметку, голубая ель. И вот еще несколько штучек у нас более уменьшенных копий. Они прекрасно у меня смотрятся с другой стороны пруда. Такие как грибочки разного размера. Но тоже декоративные. Пожалуйста. Круглогодично. Вообще все скоро за ножницы и в работу.